Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан направил гуманитарную помощь Афганистану, в Ашхабаде построят новую школу на 720 мест, в Туркменистане стартовал сезон сбора хлопка и другие новости. Президент Туркменистана Севердар Бердумахмедов подписал распоряжение о передаче гуманитарной помощи Афганистану, включающие детское питание, продовольственные товары, пшеницу, карбамид, дизельное топливо, бензин и цемент. Помощь представлена за счет средств благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердумахмедова и приурочена к закладке участка газопровода Серхетабад-Герат на туркменно-афганской границе. Президент Туркменистана подписал постановление, разрешающее Хикимлику города Ашхабад заключить контракт с компанией Дария Гурлушик на проектирование и строительство общеобразовательной школы на 720 мест в жилом комплексе Парахат-7. Строительные работы начнутся в сентябре этого года, а завершение и сдача объекта в эксплуатацию запланированы на сентябре 26 года. 11 сентября в Туркменистане началась важная сельскохозяйственная кампания «Сбор хлопка». С богословения президента Сердара Пермахмедова в филеетах страны стартовал сбор урожая, который является ключевым для агропромышленного комплекса страны. Глава государства пожелал хлопкоробам и всем труженикам сельского хозяйства больших успехов в работе. В рамках кампании организовано круглосуточное техническое и сервисное обслуживание техники, а также созданы условия для производственного труда и отдыха работников. Система цифрового кредита, недавно запущенная в Туркменистане, набирает популярность среди населения страны. За месяц работы системы к ней подключились более 3000 человек, 400 из которых успешно получили кредиты. Система цифрового кредита использует специальный алгоритм, который анализирует кредитную историю клиента в режиме реального времени. Вся процедура происходит онлайн, от подачи заявки до получения средств. В Сухумском государственном университете в Тбилиси состоялось торжественное открытие аудитории Махтумпули и Фраги. Презентация аудитории, приуроченная к 300-летию великого туркменского поэта, была организована посольством Туркменистана в Грузии при активном содействии Сухумского государственного университета. В торжестве приняли участие туркменская делегация, а также профессорско-преподавательский состав и студенты университета. На международной конференции и выставке «Хай-Тек Туркменистан-2024» шведская IT-компания CMA заключила эксклюзивное соглашение о сотрудничестве с туркменской компанией Абраил Эшлер. Региональный директор CMA Максим Нечерет подчеркнул значимость потенциального сотрудничества в сфере построения национальной системы быстрых платежей. Мы уже реализовали подобные проекты более чем в 50 странах и надеемся поделиться опытом с Туркменистаном в создании этой важной системы. Помимо системы быстрых платежей, CMA также обсуждает с Фондом рынка Туркменистана возможность создания базовых сервисов, включая центральный депозитарий и расчетный центр. Человечество достигло нового рубежа в освоении космоса. По данным историка космонавтики Александра Железнякова, в настоящее время на орбите Земли находится рекордное количество людей – 19 человек. Этот исторический момент наступил после успешного запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-26» с космодрома Байконур. Китайский технологический гигант Huawei представил революционный смартфон Mate XT с уникальной трехсекционной конструкцией. Это устройство способно трансформироваться в полноценный планшет с 10-дюймовым экраном. Несмотря на свои внушительные размеры, в разложенном состоянии Mate XT остается относительно легким, весом всего 238 граммов. Устройство оснащено мощным аккумулятором емкостью 5600 мАч, поддерживающим как проводную, так и беспроводную зарядку. Работает новинка под управлением фирменной операционной системой Harmony OS, разработанной Huawei. Футболисты сборной Туркменистана обыграли со счетом 4-0 эмиратский клуб «Аль-Хамрия» в товарищеском матче на сборах в УАЭ. В составе победителей дублем отметился Абдулан Усахедов, еще по разу отличились Шамухамед Пабаев и Гурбангильды Сахедов. Ранее подопечные Якуба Авезова сыграли в ничью 2-2 со сборной Саудовской Аравии и проиграли 1-9 команде Франции. Сборы национальной команды Туркменистана в УАЭ завершатся 13 сентября. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова